всем здрасте нас сегодня тема большая я как обычно подготовил гораздо больше чем могу рассказать за один раз ну или не так хотел рассказать гораздо больше чем могу рассказать за один раз поэтому по всей видимости мы посмотрим только часть этого дела вас речь идет о тестировании вот пока я тут заполняю буду поговорить поговорю немножко тестирование это отдельная такая штука который в общем никогда не заканчивается никогда не прекращается вам нужно убедиться в способности программы которые собственно вы писали очень долго ничего удивительно что действия которые вы совершаете для того чтобы убедиться в его работоспособности но они конечно адекватные действия по написанию но все-таки нет ну то есть на самом деле не совсем так конечно потому что есть же есть дисциплина программирования которая называется тест-дривен когда вы сначала пишете тесты для ваших для вашего продукта то есть садится дизайнер ну дизайнер смысле системный архитект описывает все свойства продукта планирует как будут называться все его интерфейсы значит как будут называться химик какими в какие функции они должны выполнять и первым делом пишутся тесты на все эти интерфейс которые разумеется падают и это нормально да а дальше в эти под эти тесты вы начинаете писать какой-то код который собственно удовлетворяет условия этого тест который собственно выполняет те действия которые нужны и тесты падать перестают вот это довольно интересный подход вот который в принципе имеет право на существование вот но он не универсальный потому что понятное дело что когда вы что-то разрабатываете у вас почти наверняка будет проходить по ходу редизайн и и и и вот этот набор тестов надо будет каждый раз менять понятное дело что такая строгая дисциплина бывает далеко не всегда поэтому обычно происходит все так что сначала пишется какой-то хотя бы небольшой кусочек софта потом уже мы начинаем задуматься о том не начать ли у тестироваться тестирование бывает на очень разных этапах ну конечно да 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 вот это только в очень в очень таких сильно зарегулированных проектах можно сделать я имею да все заранее придумать тестирование бывает несколько в несколько этапов во первых вы должны убедиться в том что написанный вами код кусочки кода функции работают так как так как от них требуется вот то есть даже не в том что ваша программа там правильно работает да а что вот ее компоненты юниты часть модуля работает так как дик требуется написал функцию то обмазал ее тестом функция обмазал вот этот уровень называется модульное тестирование или юнит тестинг и он пожалуй самый такой что ли технологизированный во всей вот этой вот цепочки вот потому что ну скажем так если вы пишете достаточно большой проект и у вас нету тестов то в общем в конце концов вы в нем погрязнете и будете втыкать значит костыли в одно место в результате чего будет разваливаться другое место я такое видал то есть если вы написали достаточно хорошее количество кода нужно чтобы а то что вы написали можно было тестировать в любой момент работу каждой функции б в тот момент когда вы что-то изменяете улучшаете вашей программе нужно убедиться в том что не произошло регрессии то есть все те тесты которые шли раньше на вашей программе на ваших модулях да на ваших функциях классов продолжают идти даже после того как вы все улучшили потому что часто бывает так что ну как это нос вытащишь хвост увязнет вот это все это называется регрессионное модульное тестирование когда вы берете новую версию софта и накатывайте на него во первых все те тесты которые и раньше он проходил чтобы убедиться в том что вы ничего не сломали после того как вы более или менее убедились в том что вы ничего не сломали и ваш продукт продолжает работать так как он работал раньше более того новые фичи вашего продукта которого за им применители тоже обмазаны модульными тестами эти модульные тесты проходят вы вообще говоря переходите к более важной для потребителя стадии а именно системного тестирования то есть когда вы собственно порождаемый вами продукт ставите в некоторые тестовые условия какие-то вот заранее подготовленные и собственно запускаете его значит вот тут уже инструментов по тестированию универсальных гораздо меньше потому что ну например системное тестирование а предполагает тестирование интерфейса в принципе есть инструмент для тестирования интерфейса я хотел про них поговорить но поскольку это все очень такое будет совсем бла-бла я решу эту часть опустить они есть есть тестирование веб-серверов есть тестирование графического интерфейса который сама кликать на кнопочки даже умеет их искать всякие есть инструмент возможно ваша программа написана таким образом что помимо интерфейса который трудно протестировать например графического у нее есть еще какой-то бач интерфейс который все то же самое имитирует но читает из файла да вот таким образом написано отладочный кусок да вот тоже системное тестирование можно произвести таким образом правда при этом вы не оттестируете понятное дело сам интерфейс после того как вы убедились что ваш софт работает на самом деле было бы неплохо еще посмотреть а вообще вот там куда вы собираетесь диплоить он работает или нет потому что в современном мире не бывает если вы не разработчик копеечные приложение под android в современном мире редко бывает так что и сидит какой-то человек или даже какие-то там командочка и перед что-то такое вот совершенно изолированное скорее всего то что вы будете разрабатывать предполагается куда куда-то помещать куда-то диплоить где-то использовать в составе какого-то более сложного продукта там как часть дистрибутива например или как часть там сервис какого-то вот и помимо тестов собственно вашего продукта на его правопригодность было бы неплохо затестировать затестировать ну как сказать все в комплекте значит скоординироваться с теми командами которые делают или не скоординироваться просто воспользоваться трудом тех команд которые делают окружение внутри которого будет запущена ваша ваш приложение когда и вот протестировать как это все работает вместе не показывая при этом пользователю не 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 пускай в продакшен да короче говоря проверить не поломали ли вы интерфейсы для других продуктов которые взаимодействуют вот ну и наконец финальное тестирование собственно то после чего когда команда тестеров или там кто-то кто-то набрасывается значит на ваш продукт начинает в него тыкать у них и методик тестовых испытаний значит нажмите на эту кнопочку здесь установить этот файл повредить и ну вот это все а мы с вами разумеется будем говорить сегодня попытаемся говорить только про самую первую часть про модульное тестирование ну и отчасти про системное но вы увидите что в каком-то смысле разница не особо велика модульное тестирование невелика теория на самом деле но тем не менее есть такая штука такая дисциплина тестирование которое называется x-unit а вот который описывает ну достаточно примитивный порядок того как может происходить модульное тестирование вот он видите сначала вообще написан написан на чем-то странным на смол толке вот нам очень 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 высокоуровневым объектно-ориентом языке идея очень простая с тех пор примерно все ее придерживаются так или иначе да у вас есть значит некий инструмент который проводит тест он называется ранее вот кстати сказать таких таких ранеров вас может быть много не знаю зачем ну например если ваш проект одновременно на нескольких языках программирования написан этот раннер запускает тесты отдельный отдельный тест это просто штука которая проверяет некие предположения вот есть понятие а сашин вот а сашин это предположение что ваш модуль будет обладать такой-то функциональностью ну например там ваша функция будет возвращать такое-то значение или такую-то ошибку и собственно отдельный конкретный тест как правило проверяет один такой сэшин вот ну потому что ну мы все знаем что когда вы обрабатываете эксепшен не надо делать обработку сразу всех эксепшенов иначе у вас программу будет ну вы там сами не разберет поскольку тестирование проводится не для того чтобы словить какой-то эксепшен а для того чтобы проверить функциональность конкретного модуля как правило тесты индивидуальные объединяются в такие тест кейсы скажем проверяем функцию такую-то в тест кейсе у нее там три каких-то тестов вот ну а кейсы объявляю объединяются в те сьют и те сьют это набор собственно тестов большой который как это правильно сказать который все надо привести если вы хотите потестировать что-то ну скажем вы тестируете библиотеку под нее пойдут в библиотеку делается тест сию состоящий из тест кейсов состоящих из например все это нужно почему ну например для тест юта например гарантировано что все тесты можно сказать параллельно то есть из тестов а сто пятьсот то если их последовательно запускать то вы немножко офигеете ждать конца и вот и поэтому например внутри сьют а тест кейсы могут запускаться параллельно ранер должен это уметь есть еще одна такая фишка я не знаю успеем мы на нее посмотреть или нет по крайней мере теоретически мы про это должны знать называется фикстура ну или контекст контекст выполнения теста для того чтобы что-то от тестировать надо сначала что-то подготовить ну скажем ваша программа что-то делать с файлами специального вида надо подготовить файл специального вида причем если например вы тестируете на хорошем годном файле да значит у вас много модулей которые будут работать ну не знаю там какая-нибудь база данных значит надо подготовить базу данных к ней ходить вот подготовление базы данных с правильным параметрами и правильными полями всем остальным и будет фикстурой или подготовление неправильной базы данных которые когда ваши модули ходят они там падают вываливают exception и все остальное это другая фикстура очень часто бывает так что одни и те же тест кейсы пользуются одинаковыми фикстурами вы просто говорите вот вон то вон то и вон то мне накидай сюда и я вот тут по 3 это конечно уже такое когда у вас кода довольно много мы до этого сегодня видимо не дайте то есть точно не дайте тут надо понимать что одним только тестированием дело не заканчивается предположим вы что-то там такое протестировали что дальше то делать ну понятно тесты все должны пройти на самом деле не обязательно например у вас должно согласно методики тест-driven программирования у нас могут быть тест которые официально не проходят так называемый x-fail результат или у вас могут быть тесты которые в данный момент нельзя проверить так называемый скипет результат когда например у вас нету правильно подготовлено сетевого окружения потому что вы у вас модуль есть который работает сетью а вот ответной части нет ну довольно частая ситуация например в которую я попадаю когда собираю пакеты сборочное окружение для сборки пакетов она изолирована от сети вообще мое сборочное окружение которое могу себе развернуть для себя лично я могу там сеть прокинуть и это значит что когда я собираю в своем кастомизированном окружении пакет я могу запустить тест на сеть а когда я собираю пакет в сборочнице в сези в нашей репозитории я должен отключать сетевые тесты остальные могу оставить чтобы проверить что пакет хороший хороший год и собирается тест проходить что это значит это значит что с тестами надо немножко аккуратнее быть они совершенно не всегда все должны проходить они ну нет такого что стопроцентное прохождение тестов хорошо не стопроцентный плохо вот поэтому с этим надо уметь как-то еще ну обращаться как уже было сказано различных реализаций вот этой методики xunit огромное количество вот давайте прям посмотрим это по языкам ну вы поняли да я недолго думаю порылся в юнит тестах которые значит есть для си их тоже овер дофига мы остановился на каком-то более-менее простом который называется чек сейчас я вам покажу вот сайтик он более-менее простой он в отличие от скажем c unit который в общем довольно давно не обновлялся он сопровождается к нему есть довольно нормальные методички он пожалуйста новый чек вышел вам в августе этого года прямо ну то есть вполне себе я кажется собирал 0 15 3 с каким-то бакфиксом ну ладно не важно важно то что дайте посмотрим кстати мне самому интересно стало нет но 15 2 вчера сама правда написано как же михаил шигори но это неправда как же я ну в данном в данном случае я тут мелко видно конечно но в общем очень такой простой простой тестовый фреймворк который позволяет эти самые тесты запуск давайте мы для того чтобы все это дело на своей шкуре испытать а заодно затронуть немножко другую тему с тестами не связанную а именно тему когда вы берете чужой софт и начинаете его интегрировать в свой возьмем я тут нашел такого мужика довольно смешного вот такого который пишет маленькие библиотечки у него значит идея вот мужик значит идея что есть такой такой термин мин и минималист силой прорис вот его понятиями минималистских библиотеках на си довольно странная но тут вот очень много идеологии на этот счет разведено значит всю эту идеологию я опускаю у него есть прекрасный проект который называется фэнтези name это значит генератор фэнтезийных имен вот не самый лучший генератор фэнтезийных имен я видел на питоне получше но его главная фишка что это типичный его в его понятие значит минималисты в его понятии минималисты такой хейдер файл и мы сейчас этот хейдер файл превратим по-быстрому в библиотеку соберем библиотеку и обмажем ее тестами вот это будет сегодняшнее наше упражнение такое значит давайте мы его заклоним эту фигню вот так а он наш мир может может у меня уже и заклоненный ну-ка фэнтези names во он на заклоненный уже отлично значит ну хорошо создадим тогда новый новый репозиторий вот создадим там каталог src сразу заодно получимся делать автомейки авто и конфигуре с каталогом src вот как полагается по науке значит скопируем туда из этого фэнтези name лицензию вот она простая вот совсем простая делайте что хотите будет у нас такая лицензия и скопируем в каталог src оттуда скопируем а ведь я тут даже экспериментировал делал любимым ген но сейчас мы попробуем сами name game.h уй а ну-ка да вот этот хедер файл на самом деле это сишный файл поэтому мы его скопируем в либ на им ген . си превратим его в два файла либ на им ген . синем ген . h смотрите мужик правда странный смотрите вот вот его хедер которым определены функции ну короче типичный файл на си поэтому мы сейчас вынесем оттуда вынесем оттуда то что должно быть хедере вот это все вынесем оттуда вот ну и соответственно вот это нет вот это по моему нужно вернуть это я вчера вчера я на эти грабли наступил это вот тут внутренняя штука хотя какая нафиг разница пускай теперь этот хедер надо заинклюдить вот иначе она работать не будет давайте заинклюзим вот вот мне кажется это все единственное что тут поскольку это библиотека у него все функции static int значит одну из этих функций надо все-таки сделать не статик а именно вот и вот собственно функция нэм ген у функции нэм ген четыре параметра это куда складывать сгенеренное имя длину этого буфера этого буфера длина значит шаблон на основании которого это имя генерится и затравка для случайного числа сид у этого чувака тут свой собственный генератор случайных чисел еще и имплементирован чем покажу что нет нет вот у него свой собственный генератор случайных чисел ну как бы понятие минималистичной библиотеки у чувака странный я уже говорил добавим сюда еще описание функции я не помню нужно тут переменную выбирать мне нужно я проверю вот и мне кажется что в такой форме это все заработает уже он еще раз повторяю в этой библиотеке есть одна публичная функция на им ген которая собственно возвращает заполняет имя да конечно еще библиотека из единственной хедра очень очень неплохо все плюс плюсе где там много классовый темплейтной магии но в данном случае чувак явно чересчур идеологичен как мне кажется мы сейчас его идеологию слегка упрости ну чё cc минус шарит минус f пик пик либным ген точка си минус о либным ген точка со на им ген аж почему написал в квадратных скобках конечно вот так так чё тебе не нравится я забыл там у него это у него странно еще дисциплина который довольно многие придерживаются описание функции на предыдущий тип функции на предыдущей строчки так теперь что а я понимаю у него она вот здесь описано еще вот вот значит теперь нужно написать тестик можно взять у него тестик но не у тестик страшненький не тестик какую-то приложение которая все это делает я с вашего позволения и просто просто у меня там есть какой-то пример вот я его и вот я его вот вот смотрите простой пример он за счет читает вот этот шаблон если мы передали ему сид еще и сид туда передает но в общем вот так вот давайте мы это прямо оттуда прямо оттуда сюда скопируем вот еще раз покажу значит что он делает потому что когда делаешь копипасту надо вчитаться определяем определяем массивчик который мы засандаливать имя передаем в качестве первого параметра шаблон вот это вот такой шаблон язык описание этих имен я покажу но это не так интересно мы это к этому кстати еще вернемся вот если есть второй параметр то это будет сид который будет из рандома браться ну в общем вот если еда если если сид не передан то мы берем случайный рандом так на всякий случай вот примерно так то будет выглядеть значит а где у нас вот длинный ген да значит cc namegen.c минус l namegen минус o ну не обязательно аутс чё cannot find минус l namegen минус l точка дыдым вот значит скомпилировали мы с библиотека либо namegen а ну конечно ld library по сравняется поводы а вот значит с точки зрения а вот этого автора это хорошее годное фэнтезийное имя я мне все равно я готов с ним согласиться учета работает давайте проверим работает ли она например для о видите когда я передаю фиксированный фиксированный сид она выдает мне фиксированное имя ну и можно там что-нибудь такое вот чё а а с у нас ни на что не влияет вот ну надо сказать что у него рандом работает довольно странно потому что когда я делаю сид от времени а время идет посекундно то об обратите внимание что имена похожи друг на друга даже когда секунды сменилась ну да ладно это все на совесть этого товарища тем более что это неважно у нас тем все другая но вот какой-то тестик работы не тестик это значит вот а теперь давайте вот что сделаем теперь давайте мы все-таки это обмажем правильными make файлами и правильными автоконфами и всем остальным значит что для этого нужно для этого нужно кстати я почему-то все да значит для этого нужно переместить вот это вот это вот это и вот это в сердце здесь все удалить нет все удалить out и удалить любные негер написать да перейдёмся в сердце значит воспользуемся подсказкой сейчас найду это место где-то она у меня тут было прямо открыто вот значит я хочу собрать библиотеку из этого дела как она делается очень просто она делается мы говорим в автомате мы говорим автомате q что мы хотим библиотеку вот она будет называться лип лип чего на им ген она будет называться лип на им ген а вот в конце у него будет специально страшное расширение л а потому что библиотеками в авто авто туз занимается специальная штука под названием липту я собственно это смотрю в документации по липту штука достаточной степени магическая то есть чтобы всю магию из нее выковырять нужно ее изучать довольно долго что мы сегодня не успеем поэтому мы подадеемся на то что за нас методически все сделает что нам еще нужно сказать мне кажется больше ничего потому что она сама поймет что библиотеку надо собирать из лип на им гена то есть нам необязательно писать sources для нее потому что сорта с понятно лип на им ген точка си льды флаги там вешен инфо ну вешен фонас пока не интересует смесь сильно подозрение что это все надо по надо проверить а в корне сделаем автокон но давайте автосетап аута скан да у него есть под каталоги посмотрим что вам на на авто сканил ну вот как видите он даже что-то такое на авто сканил он сказал что ним ген аж и конфиг аж это то что его интересует и даже что липаж нужно поискать хорошо спасибо дорогая хорошо значит мы в конфигуре скан конфигуряк давайте его дополним что тут можно написать full package name до версия там 0.0.0 так вот это у нас будет авто конф наш конфигуряк и здесь тоже make файл нужно сделать новый в мейк файле там надо написать минимум надо написать что-то типа subdears или что-то такое чаще посмотрю что там нужно написать subdears да ну кстати можно можно и вот это написать мое любимое только тест пока у нас отсутствует так тест у нас пока отсутствует у меня сильное подозрение давайте мы вот что сделаем они давайте мы убедимся что все работает есть подозрение что этого достаточно нет что я сделал не так а я забыл текущий конфиг файл сделать тускам да вот вот смотрите что нам сказала таскан что в ребят у вас тут появился еще мог файла вы что-то его как-то нечего-то вот так да ладно что эти еще не нравится давайте посмотрим тут я вроде все сказал а господи а мы нет нужно сказать ща дайте вспомню как это делается то господи прости забыл да вот 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 ну еще вот эту вставим забыл я включить автомейк естественно да форин а еще я вставлю волшебное слово lta нет статик где был статик чтобы нам не собиралась библиотека . а вот и без этого можно было сделать он был то две библиотеки собрал шарит и статик ну зачем нам две библиотеки пускай будет одну ну-ка давай давай а то у нас времени будет вот вот мы их пропущен разделитель овуляция о вот значит вот у нас библиотека собралась чтобы вы поняли куда она собралась она собралась до обратите внимание на переброс авто авто тулсами переброс о майков да значит мы сказали ол рекурсив там было сапдирс значит мы зашли в подкаталог мы зашли подкалок и сердце и там выполнили тот мой который там собственно сформировался обратите внимание что нам нечет никаких в пик вот этой всей ерунды указывать не надо все за нас сделал липтул в частности да или в тоже положил нашу библиотеку в каталог . липс под каталога src смотрите вот она для там еще найти надо но она там есть вот туда же он положил о файл из которого новодел туда же он положил промежуточные липтулов ские ла файлы дать посмотрим что это такое но просто ради интересно вот видите да это какой-то это какой-то липтульный липтульный скрип страшный настройка его нас это в данном случае не волнует вот но библиотеку он сделал мы можем собрать с этой библиотекой наш бинарничек который да хотим это делать или давать сразу с тестами заморочимся ну давайте потратим совсем немножко времени на сборку бинарничка значит что для этого нужно сделать для этого нужно сделать в майк файла и написать бин программс равняется на им ген а еще ему нужно сказать что чувак собирайся пожалуйста с вон той библиотекой да значит сейчас я вспомню лда равняется хороший вопрос значит вы помните что там нужно минус и большое говорить еще что-то сейчас я посмотрю как это сделано у меня в моем примере там какая-то достаточно простая фигня это мы сделали а у меня тут нету да а вот нет есть есть вот значит вот мы могли поставить просто лда но это было бы рекурсивная беда потому что мы этот лда добавляли бы тогда и преподав при попытке сгенерировать сам леб-денки а вот такая такая перемена означает что в при генерации программы которым нас нет ген в эльдат добавлять вот вот все что нам вот этот лав в ла файле написано там и минус эль будет и ездила припад в общем все все как у людей ну-ка давайте попробуем кстати есть такая штука мантейнер клин довольно удобная вещь она удаляет вообще почти все 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 генератор за исключением того что делает авторик вам давайте пробовать конфигурь кстати там надо было автоскан запустить out out of scan вот видите она поругалась а она там нашла нашла липтул это фиг бы с ним а вот вот не нашла ли она что-то в нашем конфигуре скан не не нашла только стыда ли ну ладно тогда и тогда он оказался не нужен хорошо конфигуре запустил запустил мы вот о ренте липтул сам справился он носовал туда всяких странных ключей про которые мы пока ничего не знаем про airpath и user local lip ну и хрен с ним и мы это в следующий раз посмотрим когда будем говорить про инсталляцию но липтул сам справился у нас даже name game работает единственное что это name game скорее всего не заработает ну-ка а нет заработал этот name game еще и заработал обратите внимание да а он что статически что ли а значит смотрите маленькая извращенница состоит в следующем что это за name game файл который нам сделал липтул это shell скрипт который генерат который найдет нужное место библиотеки и запустит ее то есть смотрите на самом деле это выглядит вот так вот 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 настоящий name game есть он лежит в собственно . lips вот и вот его то запустить нельзя то есть вот это хорошая правильная программа который будет работать если бы name game точка со найдется в лд-лайбри по но поскольку мы его засунули аж вот сюда да он этот настоящий name game при попытке замыска можно сказать вот так вот да вот и тогда он работает коломук видите коломук для удобства простейшего тестирования липтул генерит аж два в раппера один в раппер по универсальному запуску и один раппер вот здесь вот по собственно льды при лоду или там был обрепаться вот этому всему такие дела в данном случае нам интересно другой нам интересно то что сам бинарчик сгенерился и работает то что это там shell скрипт вызывающий другой shell скрипт ну вот этот вот бинарчик будет работать его можно устанавливать это то что нам в у насчется мы чего давайте теперь определимся что нам нужно оставить в живых гид от конфигуре ок значит license конфигуре ок мы файлы м в сердце мэк файлы м мэк файлы м что там у нас было либным ген точка си а значит лицензия мэк файл конфигуре ок мэк файл сишник хедер и тестовая программа все остальное нам не нужно о шикарняк ну собственно теперь можно начинать писать тесты значит мы обработали код нашего товарища по-хорошему надо на него где-то сослаться но поскольку у него лицензия такая on license делайте что хотите да давайте еще раз посмотрим заставляет он нас на него ссылаться или нет паблик домен не заставляет дорогой спасибо можно было и сослаться не вопрос это ничего не стоит давайте теперь тогда поговорим про тесты тесты мы с вами уже кажется делали помните если вы говорите в мэк файл а м говорите слово тест то конфигурь вам изготавливают специальный таргет под названием чек который будет запускать все тестовые программы которые вы опишите то есть фактически мы уже сейчас можем взять и в качестве теста запустить нашу программу вот эту вот вот это вот ним ген потому что на конкретном этом самом на конкретных параметрах он нам выдаст конкретные значения давайте это сделаем значит cd tests в сис тест тест с точка ш ну ступится только единственное что давайте мы сделаем вот что конфигурирует и сделаем а вот ну вот cd tests чмот плюс x вот этот самый сестер сши алибум давайте этот алибум что там было алибум вот такая программа возвратит 0 exit статус если все правильно и ненулевой есть все неправильно ну что сделаем мои файлы м к ней на нем напишем как это сейчас дайте подгляжу что мы напишем тест теста чай программс тест у нас называется сестер точка шо вот мне кажется этого достаточно жмяк бдыш значит мне кажется что если я скажу мэк чек а ну конечно я забыл сказать что у нас тест является под каталогом хорошо ага нет который пород для сборки цели у останов значит что-то надо все-таки было сказать что надо было сказать ну давайте посмотрим там-то я программки писал да а я хочу пока что shell script ну не знаю может быть надо написать вот так вот но я боюсь что я не прав стоп это вообще чек это не она это не она извините сейчас я вот это вопрос не готовил вчера это готовил давно но сейчас на сейчас мы найдем так могу 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 тест вот давайте посмотрим как здесь это сделал да нет все вроде на месте тест включаем и всего может там надо где-то еще что-то сделать а он туда не вошел он не сделал здесь он не сделаетесь автомой я тормоз я тормоз все я забыл указать что в тесте тоже есть мы естественно туда не зашел там ничего для конфигуре там ничего нет чё 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 а не все нормально вот бабах x fail говорит почему x fail сейчас давайте проверим нет такого файла или каталога ну еще банк был я неправильно написал тестирующий скрипт надо был не так написать вот так написать и все бы заработало прошел причем обратите внимание если я изменю изменю здесь что-нибудь то тест не пройдет вот значит обратите внимание на то что тест сообразно протоколу тестирования должен вернуть какой-то не нулевой не нулевой код ошибки нулевой код ошибки означает что тест прошел не нулевой код ошибки означает что тест не прошел причем там первые там 70 что ли этих кодов ошибок в случае автотулса означает что это ошибка что тест не прошел а начиная 77 кажется что вообще все упало там сик фолзилась и все такое ну вот значит как видите мы пока вообще ничего не говорим про юнит тесты да это фактически системное тестирование то что мы сейчас сделали мы прямо запустили приложение которую дернула нашу библиотечку и вот так сработало понятное дело что этого недостаточно что мы хотим написать юнит тест на функции которые мы в нашей библиотечке предусмотрели вот из публичных там функции только одна вот эта самая name game вот давайте ее и потестим и вот здесь вот нам нужно вот эту всю байду развернуть до тест кейзы тест ют и тесты отдельные протокол тестирования все вот эту ерунду за нас эту ерунду делать только автотол делает только собственно протокол тестирования вот в простейшем виде что прошло что не прошло поэтому мы смотрим это вот кстати еще один юнит тест фреймворк называется c юнит тоже довольно довольно такой заслуженный но что-то он по-моему развивается медленно мы заходим в чек и начинаем смотреть дорогой чек а как нам потестировать что-нибудь ватт углу ну как бы тестировать во первых вы в конфигуре ок в конфигуре ок надо что-то вписать или только в этот самый в автомейк ща найду в конфигуре ок надо вписать что у нас должен быть чек причем проверим его прямо через pkg-конфиг значит помните я говорил на одной из лекций что есть такая штука pkg-конфиг дать в которой собственно написано как собирать с определенный с определенной у библиотекой что-то да вот мы можем сказать pkg-конфиг конфиг минус и что я ща минус х минус минус липс нам скажешь надо делать вот так вот или минус минус что там у нас сифлакс нам скажут что вот так и этого будет достаточно для того чтобы что-то собрать с чеком хорошо значит вам авто тулси есть в контакт в таком конкретно с чеком приезжает соответствующему внутри не так есть макрос который просто ходит пкг-конфигу и мы говорим так вот смотрите у нас есть такой модуль называется пкг-конфиг он переменной от него будет называться чек вот а для этого нам нужен пкг-конфиг модуль под названием чек версии мы в версии мы его не ограничим вот после этого у нас становятся доступны всякие нужные штуки для этого саму фреймворк чек пока что ничего не изменилось давайте какие штуки вот эти давайте напишем какой-нибудь простой простейший тест через фреймворк чек значит они советуют написать никакой давайте напишем никакой этот этот тест всегда будет проходить они советуют вписать вот такую конструкцию вот сюда сейчас мы это сделаем значит мы файлы обратите внимание вот на что собственно чего чего здесь написано что здесь написано здесь написано что мы программу должны сделать который называется ст ну и флаги у нее берутся из этого самого и льда отберется а вот тут интересная вещь поскольку мы должны скомпилировать этот тест вон вон стой вот библиотекой да лип нынген чё там чек липс если они такие есть они кстати есть чек вот значит какие две новые вещи мы сейчас видим для себя первая новая вещь состоит в том что вот этот вот 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 чек флаг с и чек липс это генераты которые приедут нам из из-за и из автоконфо которые собственно вынуты вот они которые собственно вынуты вот этим вот этим макросом из pkg-конфига чтобы мы собирали наши бинарнички эти бинарнички у нас кстати может быть а им цифлакси не врать не буду пускай так хорошо да поскольку у нас есть программ с тест она будет генерироваться из про из программки с тест точка си указывать сорс по умолчанию вот как здесь написано я не буду потому что и так ежу ясно что вот проверяем ух ты я здесь сделал мантейнер клин а нет не зря вот сейчас секунду так мы чек обратите внимание что он собрал нам на 6 тест собрал его с нужной библиотекой да ну точнее подсунув ему липтул сам знает как как поступать когда ему говорят что вот с такой библиотекой собрать ну на самом деле вот как он сделал вот запустил эти оба теста оба прошли потому что второй тест был абсолютно никакой дальше если мы будем идти по этой метани чки мы увидим что они говорят ребята ну на койте тут пожалуйста ты съют на койте на койте тут стартестен тест это значит макросы которые приезжают из фреймворка ct это самый чек вот и фактически тест будет выглядеть вот так у нас будет мы им в этом тесте в котором будет заводиться то сьют раннер ну раннер это тот кто производит теста сьют это суду то что тестируется вот в этот раннер сейчас а где тут от не вижу а раннер сразу будет истос нет сейчас мани сьют а вот да значит сьют в этом сьюте будет да вот в этом сьюте будет добавлен туда тест кейс кора и в этот тест кейс будет добавлен собственно наши теста вот он тест money create да мы создали тест кейс под названием коры добавили у него не креет а потом этот тест кейс добавили всю короче говоря какой-то код носить я предлагаю вот не заморачиваться вот этим вот всем потому что есть способ проще единственное что надо include правильно сделать есть способ проще который состоит в том что мы просто возьмем и воспользуемся утилитка который называется чек мк что-то человек мк человек мк генерит вот такой вот код на основании вот такого кода сейчас покажу вот на основании коды тестирующей функции мы говорим это такой такой код тестирующей функции он стоит вот из этого а все остальное вокруг него всю вот эту байду накручивает вот этот скрипт который называется чек мк вот этим ей предлагаю воспользоваться заодно посмотрим что получится значит ну дитм и вы с тест 1 стс нам не нужен а у его нету да тут ничего нету мв стс .с стс .ts ну давайте все-таки напишем какой-нибудь разумный ты думать что-то так скрипт кстати да значит чем этим делаем во первых include include этот самый наш name game namegen.h там придется еще да во вторых говорим тест как он там называется сейчас секунду а просто имя 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 теста стс что мы здесь должны сделать мы здесь должны вызвать нашу функцию namegen ага мы должны здесь задать массивчик вот снаружи это кстати типичная фикстура не думаю что мы сегодня до нее доберемся но фикстуры естественно в чеке поддерживается да как у него выйдет вот задать массивчик сгенерить его ну скажем namegen бла 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 партон сид сейчас мы вбьем туда паттерн у нас будет наш наш знакомый вот этот язык описания этих имен не спрашивайте что это такое вот сид надо тогда наверное инт си равняется 42 и собственно мы уже на сердце то есть проверить что причем проверяем мы проверяем стр и квал name кукуева этот тест должен зафейлиться сейчас мы проверяем саму работоспособность всей системы убираем значит это файл похожий на файл на си у которого собственно удалено все кроме внутреннего кода этого теста который должен проверить что у нас namegen действительно возвращает слово кукуева при таких при таких параметрах что и что в общем не верно единственное что мы должны сделать это сделать файл на си из него но это делается легко надо просто написать что-то типа .ts.c как он там назывался чек мк до чек мк доллар таргет и вот теперь вроде все нормально значит что при этом получится да у нас поскольку нужно сделать программу из тест скорее всего надо сделать из файла из тест . который скорее всего надо сделать из файла из тест .c вот и мы тут описываем как сделать файл из тест .c из файла из тест .ts с помощью вот такой штуки давайте сначала руками это проделаем чек мк 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 стс .ts о он на стыда вот все это вывел ну вот собственно сгенерился ты сшью примерно такой как тут слева да наша функция обмазалась макросами стартест и ентест внутри у нее все что нужно даже есть решетка line чтобы показывалась на какой строке возникает ошибка да видите значит ну и приписан соответствующий main в котором у нас сьют называется кори тск называется кори раннер называется новый единственный и вот в этот единственный тсют добавляется единственный тске из а в этот единственный тске из добавляется единственный тест вот все еще все запускается вот как-то так и должно происходить давайте сейчас все это проверим зачистим и посмотрим чтобы работала тут все вроде на месте давайте а нет что там стресс . трес не сердце же тут все генераты новые файлы добавились тут вот что-то изменилось и тут должен быть один удален то есть кси а и мы его даже не трогали хорошо где-то так и должно быть не имен аж ага значит надо еще минус и добавить туда make файл точка аэм минус и и сердце обратите внимание что на самом деле настоящему разработчику не нужно делать каждый раз montainer clean и авторик он мы просто с вами работаем непосредственно с автомейк файлами поэтому надо делать авторик он в такт понятно если вы работаете над кодом то у вас все готовые вещи уже есть вам нужен только make файл ну возможно иногда переконить перегенерить конфигуре если у вас поменялись какие-то входные параметры но как правило нет то есть после конфигуре вы работаете только с кодом но мы с вами занимаемся программ обеспечением обеспечением поэтому о шикарно смотрите у нас собрался с тест обратите внимание с каким-то ошибками а она лон а лонг ну ладно это мы сейчас поправим и при попытке этого запустить он зафейлился давайте посмотрим почему ну очевидно мы хотели чтобы там было кукуева а на самом деле он сгенерил слоу турут верб ну ясное дело что тест зафейлился значит во первых лонг линд а во вторых а во вторых лонг 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 я сказал вот а во вторых ну давайте пробовать мне кажется что даже ничего пересобирать не надо его она значит вся наша байда задвигалась сколько времени о дофига еще времени отлично вот вся наша байда задвигалась смотрите мы умудрились запустить тест написанный в фармворке черк который собственно вот строчка которая это делает да там ничего ничего сложного нету на самом деле это запустился он проверил все что нужно причем в прошлый раз когда он проверял он завершился с ошибкой и у нас есть сводная сводная картина то есть you . log в которой написано что два теста оба вот они прошли теперь мы можем собственно заниматься всевозможными доработками вот но сначала мы сделаем так еще раз там все есть то что нужно тс sh а м все все нужно сначала мы все по удаляем все генератор скажем шикарно ну вот то есть теперь мы можем развлекаться написанием тестов ну например дополнить этот наш тест еще каким чеками вот ну скажем написать здесь есть по моему да давайте посмотрим давайте не будем делать три уровня вложности сделаем их два сьют сьют что там фиксит ну кстати это можно тоже вынести вынести вот сюда вот если у нас вдруг останется время мы посмотрим как делать фикстуру потому что это очевидная фикстура вот эти три строчки до тест ну что там alternation хватит да значит здесь вот можно написать вот что-нибудь такое д или нет квадратная скобка д или язык там совершенно убойный я его не помню от слова совсем ну как бы и неудивительно что я его не помню вот он д начало для дурацкого имени отлично или начало для обычного имени это консонанта значит дальше должен быть вовель вовель или его дальше снова консонанта а нет дальше вот так вот давайте так вот здесь напишем что-то типа from или он откуда он у нас ну и дальше что-нибудь типа такого b с какая нафиг разница этот тест должен отвалиться сейчас весь этот сьют должен отвалиться потому что отвалится тест alter сейчас мы это увидим сначала на все собрать теперь надо сказать мы их чек дэнс что те не нравится а что я сделал неправильно ну давайте проверим так значит у меня есть поргалка тебе все сделал смотрите я тут какую-то багу насажал случайно вот такой вот второй тест не прошел почему он не прошел понятно почему не прошел кстати сказать обратите внимание тестов всего но все равно два да вот с точки зрения автотоса это один тест просто у него два вывода так тест что там у нас тест точка лог вот он был перейдем from кач ну хорошо пусть будет перейдем from кач давайте мы поставим здесь я уже запомнил поставим здесь вот так вот и тогда он будет большой буквы и тогда здесь тоже поставим он тоже будет большой буквы окей да все прошло ну вот у нас есть немножко времени мы еще тогда давайте сделаем второй сьют который будет проверять допустим ошибки вас да нет нам не нужен си нам нужен с вот я раз назовем его ерус кстати сказать этот мужик хорош тем что у него на самом деле есть тесты есть в его программах они включены прямо вот сюда вот но видите он правда тест у него совершенно самодельный у него есть такой макрос под названием тест и потом за счет вот он что-то с ними делает но по крайней мере по крайней мере они у него есть и мы можем у него списывать эти тесты на им ген кстати фикстура та же самое надо будет все таки попробовать освоить фикстуру а вот здесь у нас будет неправильное неправильные скобочки да и в результате нам нужно проверить то есть не стир equal а инт equal что тут вот написать что-то типа инт рез рез наравняется нам лен нам ген что но вот этот рез нам вернул на им ген инвалид о вот назовем только тест при этом сам угловая скобочка а здесь назовем тест брать как-то просто к скобочкам как они называются одни брекеты парень вот что я сделал что сделал это вот и здесь ты должен быть такой же вот что мы здесь сделали мы сделали еще один test suite который называется ерус в котором мы вызываем ту же самую функцию наимкин что других там внутренних функций и внешних функций нету да но проверяем ошибки нас ассэшен состоит в том что ассэшен состоит в том что когда мы вызовем эту функцию к нам приедет name game invalid который определен вот здесь вот естественно мы его туда специально перенесли вот ну и собственно вот давайте посмотрим что получится так это нам нужно немножко все перегенерать да потому что память я вот это будет у нас новый ну и опять надо все перегенерить разумеется собрать пакет в смысле бинарник ну и чек так что то я где то я обшибся с тест с чего так все три теста отлично прошли причем обратите внимание это я их просто сразу написал хорошо если бы я например вот здесь вот в этом с ютю где-нибудь ошибся ой это не то например написал здесь вот минус 1 какой-нибудь я уверен что это не минус 1 а мы можем уже не так сделать а нет не умеет там искать то хорошо минус 1 то естественно как бы не прошел а на самом деле там два такие вот дела так значит давайте мы вернем как было скажем вот эту фигню скажем ему клин ой а да он есть значит так значит у нас не так много времени осталось нам еще про покрытие надо поговорить и про семейк хотя бы словом замолвить значит собственно пора говорить про покрытие фишка в том что чем собственно тестируем когда мы делаем юнит тесты когда мы делаем систем теста или integration теста мы понятно что тестируем мы тестируем работоспособность нашей программы с помощью методики тестирования которая написана на какие кнопки нажимать или там с какими параметрами функцию вызывать все право программы когда мы делаем юнит тесты наша задача не только доказать работоспособность каких-то кусков нашего кода задача эти тестов по возможности ну не доказать а таскан подтвердить работоспособность всех кусков нашего кода то есть интересно посмотреть когда мы запускаем тесты мы вообще все что мы запрограммировали на этот те на эту тему потестировали или не все то есть грубо говоря построить экзекьюшн пас по всем тем частям кода которые были вызваны запустить всевозможные тесты и посмотреть какие куски кода были потроганы и сколько раз а какие не были вообще вот это называется код coverage вот и этим занимается как ни странно компилятор при помощи debug info ну еще кое-каких штук давайте мы почитаем методичку на этот счет и реализуем ее где-то она тут была бы вот в самом в самом чеке очень мало на этот счет написано я нашел где-то другую методичку сейчас я покажу что у меня получилось у нас осталось 15 минут я думаю успеем значит в чем смысл для того чтобы проверить коверич вы просто компилируете вашу программу с вот такими параметрами еще желательно минус 0 на самом деле чтобы понятно почему вы ходите минус 0 во первых включается профилирование то есть отсмотр какие какие куски функции с какой частотой вызывали какие куски код с какой часто вызывались и во вторых тест coverage который запасать дополнительную информацию о том сколько раз в протяжении кумулятивно сколько раз за за время работы соответствующий кусок кода был потроган вот когда мы что-то такое запускаем каждый раз когда мы запускаем обновляются файлы специально со статистикой которые содержат данные сейчас мы это все увидим эти файлы бинарных можно посмотреть с помощью утилиты гков предлагаемый компилятору gcc который просто покажет картину вот для того чтобы этот коверич включить мне кажется нужно всего лишь добавить соответствующие флаги вот сюда в оси флакс и не мучиться соответственно мне кажется что фреймворк чек особо в отношении к оверже не имеет мы вышли за пределы юнит тестирования как такового давайте сами все сделаем дайте сделаем все по науке давайте сделаем прям вот прям вот как у людей о значит сделаем клюшку иные благоков вот и я вычитал этот рецепт когда готовилась к сегодняшней лекции вместо того чтобы делать азив вот эту всю ерунду просто определим кондишинал под названием контактов и этот кондишинал будем в моих файла я мог проверить значит делаем клюшку напоминаю что эта клюшка сейчас это конфигуряк это не нет не макфайл вот напоминаю что эта клюшка делает эта клюшка эта клюшка включает флаг иные благиков в конфигуре который вот этого хел и вот это ес а это ну да значит в принципе тоже был необязательно но раз мы так сделали пускай так будет значит по умолчанию она будет но но если мы его включим она будет ес такие дела значит если мы сейчас проделаем все что мы проделали обычно ничего не изменится потому что этот гоков не включится кондишин на наш называется кул конд конд . конд гоков вот мы значит в нашем коде который мы делаем он у нас находится вот там в src лип чего-то там нет нам нужен make file m включаем поддержку этой фигни до поддержка этой фигни будет стоять в том что мы напишем как там а давайте я подгляжу в поргалку а то времени уже нет вот собственно все ну да да куча еще ведь я тут вставил я тут вставил цель гоков который будет вызывать гоков с правильными параметрами может быть стоит это сделать раньше смысле позже ну да неважно значит смотрите что я написал буквально что есть у нас определен кондишин под названием кон гоков а он будет определен вот в случае если у нас вот этот и на блогиков приехал значит есть это кондишинл определен то мы в давайте облегчим нам жизнь позакрываем ненужные файлы вот здесь это когда кондишинл определен то мы в нашей си флаги добавим еще вот это вот это и вот это вот давайте в теперь всю эту байду перевзлетим для начала определил убедимся что она работает она заработала теперь скажем конфигуре о смотрите появилась клюшка и не был гоков мы можем его включить отлично давайте его включим согласно моей моей задумке от появления клюшки гоков и не был гоков в мэйк файле там все флагах должна появиться вот эта фигня давайте попробуем сделать мэйк посмотрим так оно или нет о тут написано минус о 2 ну и хрен бы с ним потому что дальше написано профайл аркс коверч и минус о 0 г вот все что мы хотели но боялись задать то есть у нас сейчас генерировалась библиотека таким образом да таким образом что от нее будет откладываться код коверч при ее использовании ну то есть смотрите если мы сейчас скажем а кстати где в этот гоков лежит ну где там лежит сердце ща что-то его там не вижу а во у нас библиотека ты лежит . липс библиотека у нас лежит . липс вот она и соответственно этот самый говец но файл от нее будет лежать тоже в . липс вот то есть для того чтобы посмотреть все тот самый гконф на сказать вот так вот допустим да сказать гконф гоков до . липс любным ген что нет нет а смотрите она еще не запускалась ни разу хорошо а давайте запустим на им ген и вот у нас формировался гоков файл в котором что-то написано во значит здесь написано нарисовано покрытие значит нашего давайте так сделаем минус 3 минус 2 минус c нет нет а почему и цвета не вижу как а как надо было я хочу цвет красивый а это branch counts а color как делается минус к вога красотища смотрите я вызвал я не вызвал сейчас тестов я вызвал только наш этот самый на им ген программку это example и как видите example довольно много кода не вызвал из нашей библиотечки вот видите некоторые куски были сделаны папа по одному разу некоторые по 4 разу ну в общем вот теперь давайте попробуем сказать ему клин так сказать мэйк монтейнер клин чтобы . лип удалился сказать ему снова конфигуре вот еще раз посмотреть на абсолютно пустой а я сказал забыл сказать мэйк мэйк создать библиотеку еще раз посмотреть на абсолютно пустой трейс вызовов ни разу не использованные библиотеки и запустить наши тесты сказать мэйк черт шмяк чё 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 что это было я что-то там захакал лишние тест я точка тест какой амген о поскольку наши тесты ходят к этой библиотеке а это библиотека сейчас с компилирована с профилированием и coverage мы можем посмотреть каково у нас покрытие смотрите много строк были в экзекьюшн пас вызваны много раз но есть места которые не были например мы не проверили максимальную вложенность вот этих скобочек например мы не проверили максимально вложите круглых скобочек например мы не проверили мы не проверили парность закрывающих скобок вот во всех случаях здесь что мы не проверили мы не проверили количество вложенных альтернатив видимо и мы не проверили значит насколько у нас имя обрезается и если у нас размер маленький, а имя большое то есть мы сгенерировали имя, подставили туда слово это слово не влезло в наш массивчик и мы должны его обрезать. Вот эти вещи у наших тестов не проверили. То есть есть куда стремиться все. Это что касается практической тематики все теперь давайте поговорим про другие инструментарии в течение последних 7-8 минут может быть 10 во-первых, сам чек поддерживает не только автотолус, но и например CMake вот. Сейчас я найду это место оно очень простое достаточно простая инструкция относительно того, как заставить CMake работать с нашими этими самыми фреймворком чек вот. Но надо понимать, что у CMake есть свой собственный фреймворк, который называется CTest вот он в котором есть одна интересная особенность мы про нее не говорили ну как есть, она вообще много где есть смотрите это правда особенность даже не тестирование а скорее тестирование и покрытие coverage который стоит в следующем предположим вы в большом проекте занимаетесь юнит тестированием по каждому подпроекту у вас отдельный набор юнит тестов отдельные процедуры их прохождения и так далее что вас вполне возможно заинтересует это некоторый агрегат всех результатов юнит тестирования из разных мест чтобы понять как в целом ваш проект значит у него покрытие увеличилось уменьшилось вот это все вот и у CTest например есть такая штука которая называется дашборд она придумана не CMake она придумана людьми которые придумали этот дашборд это место где можно публиковать результаты тестирования и здесь мы плавно переходим вернее не переходим к штуке которая называется continuous integration вот это вот все то есть не только запустить у себя на машине все это безобразие но и опубликовать возможно скормить это каким-то анализатором статистики по определенному протоколу и так дальше и так дальше вот чек это поддерживает CTest это тоже поддерживает фишка в CTest в том что он нативный для CMake вот но как уже было сказано а вот кстати статейка простейшая как использовать CTest в CMake если кому интересно то есть можете использовать чек можете использовать CTest если вы используете CMake я предпочитаю держаться автотуз но вы видели что они немножко такие для тру ну кстати тут есть с основной документацией чека есть ссылка на то что они считают фреймворками для тестирования сейчас покажу вот тоже нифига себе они еще живые вот CUnit тот самый вот традиционно кстати сказать когда рассказывают про автотулз рассказывают про фреймворк тестирования которое называется дежагну я про него даже не стал заикаться не потому что он плохой или значит какой-то ну некачественный просто потому что он написан на тикле нам бы пришлось влезать в еще один язык программирования мне не захотелось вот но родной 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 как бы фреймворк тестирования для автотулз это дежагну ну как видите чек отлично заходит прям вот как родной фреймворков этих как я уже говорил дофига вот мы с вами смотрели на википедию давайте посмотрим на план лекции но кажется с планом лекции у меня все да значит для C++ и других языков программирования как правило свои фреймворки ну потому что так удобно у нас осталось 2 минуты я лучше потрачу их на ответ на вопрос и не будем мы разбираться с фикстурами значит был вопрос где есть код есть код я сейчас его покажу вот он это собственно то что я делал вчера когда готовился к домашнему заданию кстати заодно продекламирую альтернативу гитхаба такой минималистический хостинг для гид-репозиториев вот SourceHut называется ну не столько прорекламирую сколько вот ткну в него пальцем смотрите вот такие странные люди значит а может и не странные вот такая вот штука значит ну не важно 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 то что есть такой репозиторий вот на него ссылка там есть все что мы сегодня делали прям все от начала до конца так что в нем можно покопаться отвечаю на второй вопрос как проводить тесты если код написан не под x86 ни разу в моей сегодняшней лекции не встречалась ссылка на архитектуру x86 от слова совсем я могу я могу если вам очень хочется зигзаг у меня есть машинка под мипсом я могу проверить все то же самое на мипсе я думаю что у меня все заработает домашнее задание домашнее задание будет довольно тяжелое на сегодня вот впрочем пользуясь вот этой вот картинкой да можно попробовать его аккуратно сделать основа веб-дева на си это вещь какая-то довольно маргинальная и наверное я не буду ее рассказывать тем более что у нас еще довольно много есть о чем поговорить и без этого это я отвечаю на вопрос про веб-дев тем более да это реально маргинальная штука вот про которую я в общем ничего особо и не знаю имбедить значит бла-бла-бла домашнее задание значит вот этот чувак все тот же как я уже вам сказал он любитель писать такими минималистические библиотеки они хороши тем что их легко прочесть это все можно прочесть за один раз его идеология не такая уж и странная его идеология в каком-то смысле хороша в частности помимо значит вот этого самого фэнтези у него есть библиотека которая называется Grovel Memory Buffers 4C99 Grovel Memory Buffers это аналог C++ векторов вот фактически нам не надо даже разбираться что эта программа делает вернее библиотека нам нужно сделать примерно то же что мы сделали это что мы сделали за сегодняшнюю лекцию во-первых взять его header файл и превратить его в библиотеку во-вторых взять файл tests.c и превратить все тесты которые тут есть в test suite написанный на фреймворке на как это том фреймворке который вам вас интересует в третьих надо прикрутить к этому coverage и посмотреть насколько тестовое покрытие у этого товарища действительно является таковым вот то есть вам нужно сделать проект либо на автотулзах либо на цимейке либо на чем хотите но чтобы это был проект у которого изначально присутствуют только исходники а все генераты генерятся а потом удаляются вот этот проект должен включать в себя библиотеку собранную из этих исходников как вы помните как вы видели довольно просто делается примерчик примерчик не обязательно кстати и test suite и замерятель покрытия для этого тесюта все вот такие дела мне кажется что на сегодня все значит удач вам с разбирательством в этом всем да поможет вам мануал по чеку мануал по автотулзам и исходник который вот здесь вот у меня опубликован потому что он ну мне кажется достаточно дескриптивный если задачка окажется сложной мы можем подвинуть сроки тем более что у нас сроки по предыдущей задачке в силу моего недосмотра тоже подвинуты да но я обсуждение этого хочу услышать в чатике да вот на чем собственно всем спасибо спасибо